начнем тренинг тренинг как известно хорош постоянством разомнем спинку разомнем, разомнем спинку Добрый день, заказываю 6 уфи уха 6 роллы горячие окинава 3 значит привести это к часу Лермонтова 40 Лермонтова 40 да, вы уже возили хорошо, пожедайте, всего доброго две бутылочки пива не забудьте, бонус обязательно, обязательно все, спасибо, к часу ждем пожалуйста, всего доброго всего доброго есть мало разминочка сделано строжайший подъем на бивне на бивне реза строжайший подъем на бивне реза подъем на бивне нет я не знал не мне разминаем бивни резы, разминаем бивни ступы Хороший тонус, хороший Хороший, хороший Когда хороший тонус, то упираешься, так это чувствуется что человек упирается, с весом сцепился не оторвешь Пока на тонусе нет, так, полуватный какой-то, ватно полый В данном упражнении работают только бивни резы Ничем не помогаешь, только ими Вначале нарабатывается техника Движения, упражнения И только после того, как она наработана Понимаешь, какие мышечные группы работают Начинаешь наращивать силу И дальше дело пошло Так Дальше Едем Набавляем Тренировка должна как-то Максимум полтора часа занимать Иначе Само время начинает утомлять Тук, 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 тук Ток, тук Есть. Есть. Первое упражнение. Второе. Вот так. И начнёмся. И начнёмся. Опять разминочка. Размялись. Следующий вес у нас будет 15 килограммов. Занимаясь изодинамикой, чувствую стройнее. Тело такое какое-то совсем другое. Более гибкое, мягкое. Как в детстве вот такое примерно она была. Сразу же ставим 20 килогерц. Вот так вот. Немножко больше отдохнём. Отдохнём. 20 килограммов. Поехали. 20 килограммов. 22 килограммов. 30 килограммов. Продолжение следует... Продолжение следует... После этого все хорошенько размялось... Сердце как пламенный мотор... Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум... Фух... А мы не снижая темпа, идем на 22.5... Отдохнем хорошенько. Успокаиваемся, отдыхаем. Так. Под лопаткой стало меньше болеть. Потихоньку проходит. А то, когда я делал тягу в начале, дошел до 300, все нормально. Потом следующая тренировка начал делать токая тягу с разминочным весом. 180, как будто нож под лопатку правую. Джинь! Юма я, такая острая боль. Вот она потихоньку, потихоньку, потихоньку. Проходит, проходит, проходит. Как сказать, покидает, покидает. И еще никак не покинула. Так, ну 22,5 килограмма вздрогнем. Раз на 6,8. Раз на 6,8. Это будет очень хорошо. Ух-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху. Фу-ху-ху-ху. 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 Фу-ху. Опа. Вот так. Отлично. Десяточка. Чувствуется возросшая мощь. И это хорошо. Это говорит о том, что тренировки не идут даром. А все-таки стимулирует организм на обновление, укрепление и развитие. Очень трудно найти такой ритм веса, режим, в которых бы вес рос. Некоторым это удается. Например, взять Алексея Шреттера. Ох, молодец. Интуитивно прочувствовал, что ему подходит. Какие веса, сколько повторений. А самое важное, какие надо делать промежутки отдыха, чтобы было восстановление и рост силы и прочих показателей. Это очень дорогого стоит. Очень дорогого стоит, когда человек самостоятельен. Большинство из нас не самостоятельны. И от этого все беды. Вместо того, чтобы разобраться, что и почему не получается, начинают поливать других грязью. Химики, мимики и прочее, прочее. Важно разобраться в себе. Почему ты такой хреновый. И что надо сделать для того, чтобы ты стал самому себе нравиться. Не окружающим, а самому себе. Вот это в чем дело. Дело-то в чем. Не в окружающих, а в тебе в самом. Что ты среди всего этого окружения не мог создать себе ни условия, ни прогресс. Одним словом, ничего не создал. А другие умудряются, имея намного меньше, чем ты. Как в пословице. Курочка по зернышку, по килограммчику. Глядишь, собирают результаты достойной восхищения. Мы уздрогнем. И везде должен быть труд, осмысленный труд. Только осмысленный труд дает результаты. Что, для чего, зачем, когда и поскольку. Плюс умение принимать опыт других. Видеть, что у них главное, прогрессивное зерно, которое будет работать и на вас, если вы будете его применять. Разумно. И дело пойдет, пойдет, пойдет. Разминаем плечи. Теперь переходим к жиму лежа. Нашему ключевому упражнению, на которое все, так сказать, направлено, дабы показать там результат. Вот тот, который бы стал самому тебе интересен. Лично для меня это на данном этапе 80 килограммчиков. Зажать так разовно 8-10. Это будет то, что надо. Сейчас поступим очень хитро. Начнем разминаться в жиме лежа. Продолжим на том тренажере дожимания. Далее пробудить центральную нервную систему. Чтоб она проснулась и поняла, что надо тут давить. Не спеша, с чувством стопом, с расстановкой. Итак, приступим. 40 килограммчиков разминка. Как говорится, новое упражнение, новая разминка. О-о-о-о-о! О-о-о! 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 Спешить не надо. Кстати, открою секрет, который вроде лежит на поверхности, но мало кто его воспринимает всерьез. Дело в том, что мышцы и силу можно действительно за год накачать. Довольно-таки значительно, то есть повысить. Особенно с применением химии раза в 3, а то в 5 раз. Если хорошенько химичиться, да? Тренироваться, все это там такое. Но, что касается сухожильно-связочного аппарата, то на него эта химия особо не действует. Ему нужно время для своего укрепления. И на это, как правило, уходит от 3 до 5 лет. Если это правило не соблюдается, а человек прет, сила у него прет, там на химии восстанавливается, все у него хорошо. Как правило, дальше идут разрывы сухожилий, потому что сухожильно-связочный аппарат не готов. Поэтому 3-5 лет будете заниматься не в пустую, но с умеренными весами для того, чтобы все это настроилось на нужный лад. Как говорится, я гитару настрою на лирический лад, и тропинкою звездной уйду в звездопад. Теперь я на этом аппарате сделаю пробуждение центральной нервной системы. То есть покажу ей, что надо напрягаться. Вес 120 кг. Вес 120 кг. Вес 140 килограмм, вес 160 килограмм. Вес 160 килограмм, вес 160 килограмм. То есть на 100 килограмм меньше. Есть первая разминочная. Второй разминочный, чтобы подготовились все плечи, трицепсы и так далее. Есть! И теперь момент истины. 80 килограмм. И если я их выжму на 8 раз, я буду вполне удовлетворен. Но перед этим мы еще разок сделаем вот это. То есть еще разок простимулируем нервную систему, что надо напрягаться. Надо работать, а не спать. Вот с таким запалом сейчас и бросимся на 80 килограмм. Отдохнем. Кружка три сделаем. Первый кружок пошел. Ну вот, отдохнули и сейчас сцепимся. 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 Сейчас это больше рассматриваю как умение взять из окружающей среды энергию и направить ее, в данном случае в движение. То есть, сколько ты можешь энергии взять, как ты ее можешь направить. И вот это все, естественно, показывает вес. Если ты этим начинаешь овладевать, то, естественно, ты можешь больше взять энергии и поднять больше вес. И больше вес, и на разы. То есть, вот этим вот, как бы сказать, у меня произошло переосмысление, зачем, для чего заниматься. Для того, чтобы пропускать через себя как можно больше энергии, умение ее привлечь и пропустить через себя. За счет этого ты становишься проводником. Чем больше ты энергию пропускаешь, естественно, ткани твои становятся совершенно иные. Клетки, как говорил самодумовый Анатолий Иванович, заряжаются там чуть ли не до бесконечности. Ну, у меня пока такого нету. Но, тем не менее, все начинается с чего-то. Вот сейчас я, вы видели этот вес, я поднял 5 раз, 6 раз. Сейчас я наберу энергии. Вот насколько мне это удастся, энергии эту набрать, пропустить. Либо же пропускать через себя. Не обязательно набирать через себя. Важно пропускать через себя поток мощный. Чтобы поднять 7 раз. Анатолий Иванович, заряжается. 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 Даже на 8 раз Ну и хватит По крайней мере с 80 килограммами вы увидели Как будто сжало два разных человека Так, теперь у нас живот Кстати, с больными плечами Такие, как у меня были В 2017 году В 2018 году И подобного И близко ничего Нельзя было сделать Однако Все позади Вес тут где-то 47 килограмм Отлично Ого! 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 Продолжение следует... Есть подходик. Продолжение следует... Самое интересное, что еще хочу вам сказать. Вот вроде ты позадимался, растратил энергию, устал. А занимаясь гравитационной гимнастикой, ты получаешь энергии гораздо больше, чем тратишь. И у меня создается такое впечатление, что я как-то перестал уставать. Очень интересно. Вот вроде бы ты там после дороги устал, то все. Буквально первое упражнение там сделал, тоже в норме. А, и чувствуешь, ты восстановился. То есть энергия пополняется благодаря гравитационной гимнастике, а не тратится. И пополняется ее больше, чем ты тратишь. Вот он интересный феномен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Три подхода. На пресс сделаем четыре подхода. Это такая мышца, которую можно тренировать и тренировать. И много ей не будет. Ну, четвертый, заключительный. И будет отличная тренировочка, которая создает задел месяца на полтора вперед. Да, некоторые тренировки вот так вот и действуют. То есть, дал нагрузку и отходишь, отходишь, отходишь. Где-то через месяц-полтора отойдешь и результаты прибавятся. То есть, вот сейчас сентябрь, октябрь. Давайте примерно в середине ноября я еще какую-нибудь прикидочку сделаю. Так ли это будет или нет? Так ли это будет или нет? Так ли это будет. очень хорошо очень-очень хорошо вот так станут